Сегодня день явления Митинанда Пробова Наиболее милостивого проявления, абсолютно истинного, даже более мертвого, чем самого Пробова Очень особенно идти, поэтому очень радостно, что сюда приходится очень много людей Поскольку в этот день у нас есть шанс обратиться к Низинарному Робу Шанс получить его особое богословение, шанс получить его ступор на свою голову Он богословляет силой духовного знания, как Ади Гуру, изначально Духовный Учитель Богословляет своей великой милостью и очень легко через обретя милость Митинанду Пробову Очень легко обрести сокровище чисто любви к Богу Если у нас получится удовлетворить Митинанду Пробову Мы очень легко это сделаем Поэтому день явления Митинанду Пробову очень важен для всех, кто стремится к Божественной Любви А с другой стороны, что значит для всех, кто стремится к Божественной Любви Нет такого, кто бы не стремился к Божественной Любви Это может не просто для всех, кто стремится, а может просто для всех Потому что все стремятся к Божественной Любви Просто одни к этому стремятся прямо, а другие как-то косвенно Через опыт материального мира Но и те, и другие стремятся только к одному К тому, чтобы войти в мир Любви и Свержения Но это вопрос очищения, духовного сознания войти в этот мир Духовной Любви. И Несананда Парабу является таким началом, который служит этому миру Борисной Любви и от которого исходит сама эта энергия, само это знание о служении, о том, как связать себя. То есть Несананда Парабу – это связь, наша связь с Духовным Миром, от него исходит сама эта энергия, энтузиазм связи с высшей Духовной Реальностью. Он, Несананда Парабу, он всегда в настроении очень большого энтузиазма проповедовал. И Несананда Парабу – это очень квалифицированный и очень сострадательный, ничем не ограниченный проповедник. Его начало, Несананда Парабу, это начало именно проповедника славы, славы Алха Парабу. Мы хотели побольше поговорить об этом и в том числе о том, наверное, поговорим о двух предметах. Во-первых, о том, что такое настроение, Несананда Парабу. В чем состоит его проповедь, почему он хочет проповедовать. И второе, хотим поговорить также, интересно, о том понимании милосердия, о том, что такое милосердие и как его понимает сам Маха Парабу и почему Несананда Парабу будет в милосердии. В чем состоит в Милосердии. Есть разные праздники. Мы каждый год празднуем этот праздник. И мы говорим, в принципе, рассказываем одни и те же истории постоянно, одни и те же идеи на каждом празднике. Но их можно осуществить с разной стороны. Потому что слава Несананда Парабу не имеет границ. И в это небольшое выступление я хотел бы поговорить об этих двух предметах. Прежде всего, о проповеди и о милосердии. Несананда Парабу. Более подробно поговорить именно об этом. Несколько, может быть, оставить в тени другие стороны. И мы начнем с чтения молитв Шива Штвара Махараджа, которые называются Несананда Двадашиком. Несананда – это Господь Несананда, Адбадаша, Адбадаша, Адбадаша – это один. Адбадаша – это десять. Адбадаша – это одиннадцать, Адбадаша – это двенадцать. Он составил двенадцатый молитв во славу Господу Несанананду. Мы сейчас начнем с того, что мы прочтем эти молитвы и мы их обсудим. Несананда Прабу. О, сердце! Вечно поклоняйся одностоподобным стопам Несананда Чандры. Он дарует прекрасного Шри Гаура Кришну. Именно он, Несананда Прабу, в облике Ананта Дева, всегда поет великий Харинам Санкиртан бесконечным честном своих божественных уст. Всю планету Земля он несет в своей голове словно кулимку и совершает божественное служение своему возлюбленному повелителю Шри Гришне, как Шишадев Ананта, принимая форму предметов для поклонения Господу – зонтик в постели, сиденья и одежды. Он – Ананта, Шишадев. Несананда Прабу – это Ананта Дев. Он поддерживает своими головами бесчисленной Вселенной. И здесь говорится о величии Господа Несананда, о его подном величии. Он является рупой. Есть такое слово «экспансия», с которым я очень усиленно борюсь. То есть некое не очень грамотное слово. Говорит, что Несананда Прабу – это «экспансия» Кришна и что у него есть другие экспансии. Оно так погалось изначально, когда у нас была такая еще книжка, книга индийского мышления. Там у нас есть раритет в офисе. В 80-е годы, когда переводили книги Праба Падам на русский язык, он перевели это слово «экспэншн» как «экспансия». И с тех пор повелось как-то. Это, на самом деле, ангаритизм. Нет такого понятия в русском языке. Экспансия – как философский термин. Экспансия – это обычно захвачиваемые страны каким-то государством. Но у нас появились эти «экспансии» и говорят, что «бладэф» – это «экспансия» Кришны. Безопаснее всего пользоваться изначальными терминами. Там говорится, в буквальном смысле говорится, что Несанада – это «рупа» Кришны. «Рупа» – это буквально облик. То есть есть своя «рупа» Кришны – это Он Сам. И есть «тад-экатма-рупа», «тад-экатма-рупа», то есть другой облик – его второе «я» Кришны, его второй облик. То есть это тело, это Господь Баларама изначально. То есть Несанада Баларама – это не отличное друг от друга проявление. То есть Баларама связана с Кришной Лилой, а Несанада связана с Гаурой Лилой. Галлока делится на две части – на Матхури Даму и Аудари Дхама. Матхури Дхама – земля сладости, это земля Вриндавана. А Аудари Дхама и земля милосердия и сострадания – это земля… Навадвипы. И можно сказать, что Господь Несанада – это Баларама, которая прибывает в настроении сострадания. Если соединить настроение Баларамы с настроением сострадания, то получится Господь Несанада. Значит, Господь Баларама является «тад-экатма-рупа» Кришны. То есть Он почти как Кришна, но Он уже не Кришна. Его экстаз, Его склонность в себя распространять, поскольку Он прекрасен, Его облик прекрасен, все, что с Ним связано – это абсолютно прекрасно, блаженно, нематериально. Он распространяет себя в бесчисленное количество всевозможных проявлений. Это Его природа – экстаза. Он океан экстаза, океан любви, океан предности, океан гармонии и океан безумного счастья. Этот океан безумного счастья бурлит постоянно от силы любви, которая в нем находится. И эта бурлящая сила любви приводит к тому, что из этого океана постоянно что-то выклескивается во внешнее пространство. Именно поэтому существует творение. Поэтому иногда говорят «Зачем Бог сотворил мир?» Какой-нибудь грустный человек говорит «Зачем Бог сотворил мир? Зачем Он сотворил меня? Зачем вообще Он что-то сделал? Зачем ты вообще все это сделал? Зачем я вообще существую?» Мы говорим «Творение Бога». «Зачем Он меня сотворил?» Какой-то был такой философ, который все время вопрошал так страстно. «Зачем Бог меня сотворил? Я не хотел быть. Но он мне…» Пушкин говорил. «Кто меня своей страстью и изничтожества вызвал?» «А, кто меня своей властью и изничтожества вызвал?» «Душа меня наполнена страстью, он сомнением взволновал». То есть, кто это сделал? То есть, такое вопрошание к небу, зачем? Но это бессмысленно вопрошание, потому что Его природа активная, динамичная. Он очень активный океан расы, океан блаженного бытия, океан экстаза. И этот океан постоянно выплескивает из себя разные проявления. Кришна проявляет себя во множестве всевозможных форм. И все, что Он делает, поскольку Он сам живой, поскольку Он сознающий, Он проявляет Себе во множестве. Все, что Он делает, все, что Он проявляет, это тоже сознающее и тоже живое. Но сам Кришна, Он несколько все-таки в стороне от этих проявлений. Он особняком от них стоит. Поэтому Он наиболее, скажем, метафизически и онтологически наиболее завершенный в проявлении Бога Кришна. А Баларам это уже немного не совсем Кришна. Он вроде бы и Кришна, практически как Кришна, но тело его белое. Он уже не шьям, а он уже белый, швета. И Господь Баларам берет на себя полномочия, ответственность за то, чтобы проявить весь этот мир служения Кришне. И здесь вот говорится, что Он становится зонтиком, постелью, сиденьем и одеждой. Вот изначально весь мир Вриндавана, который служит Кришне, Он является своего рода проявлением Господа Баларамы. Он, все леса Вриндавана, все атрибуты для жертвоприношения, всевозможные предметы, кувшины, молоко и так далее. Здесь говорится зонтик, постель, сиденье и одежда. Это все проявляется из Баларамы. То есть его настроение Баларамы – это настроение служения Кришне. Он изначально слуга Кришне, он Ади-гуру, и изначально от него исходит эта энергия служить Кришне. Правда, в четырех расах. И в самой высшей расе эти полномочия принимает Шраматирадхарани. Очень сложная связь Господа Баларамы и Шраматирадхарани. Господь Баларамы становится аналогом Манджари в вечных играх. Кришне тоже принимает облик Манджари, определенный облик, определенный женский облик. Но и то, и другое начало, и Шраматирадхарани, и Господь Синанда, из них исходит потенция, безумное желание служить. Эта энергия служения исходит из них. Поэтому иногда говорится, что дживы, как слуги Кришны, исходят из Санкаршаны, но иногда говорится, что они все-таки исходят из Сварупашакти. Тут есть Сварупашакти, связанная с понятием Шраматирадхарани, так или иначе. И Шилабхатирадхарани написал такое очень интересное, скажем, не очень интересное, и он сделал такое замечание, которое не часто встречается, но он сделал такое замечание, что есть три вида джив изначально. То есть дживы, которые когда они исходят, были состворены в вечной реальности. У них был не один источник, а три источника. Один источник – Сварупашакти, другой – Махасанкаршана, а третий – Татасхашакти. То есть три источника джив существуют. И те дживы, источником которых являются Сварупашакти, эти дживы никогда не приходят в материальный мир, они вечно пребывают в духовном мире. Можно сказать, что Сварупашакти из них исходят дживы, и эти дживы служат только Кришне, и Кришна в этом смысле сотворил их для своего наслаждения. То есть их природа не является природой Татасхи, то есть свободы. В этом смысле их природа – это природа экстаза, природа Ананды. Ананды Чинмая – природа этих джив. И эти дживы не может быть речи о том, чтобы они пришли в мир материи. Таких джив среди этих джив не встречается. Они всегда приводят в духовном мире и служат для увеличения этого высшего божественного стала Кришны. Это один вид джив. Но другой вид джив исходит из Санкаршаны. Это дживы, которые находятся в другой расе немного. Не в матхорной расе, а в другой расе. А есть и третьи дживы, которые исходят из Татасха-Шакси. И эти дживы, вот эти дживы, рождены свободными. Вот эти дживы имеют выбор. Выбор между духом, миром духа и миром материи. Эти дживы, которые имели эту свободу выбора, часть из них, тем не менее, пришла в мир духа, но другая часть отправилась в мир материи. Как наш духовный учитель Шила Гавинда Махарадж приводил такой пример. В толпе все приветствуют царя и все смотрят. И, как сказать, большинство граждан смотрят на царя. И все идут в сторону, где царя прославляют. Но поскольку у граждан страны есть свобода выбора, то определенные дживы, определенные граждане, скажем, не дживы, а в этом примере граждане, определенные граждане, они имеют свое какое-то... Они отвлекаются от прославления царя и имеют какую-то свою задумку, свой собственный интерес. Поэтому они теряют внимание царю. Они знают, что царь существует. Они знают, что они должны быть оборудованными гражданами, но они теряют внимание к нему, и они задумываются о своих интересах. То есть, когда они задумываются о своих интересах, их изначальная преданность царю несколько иссякает. Она была изначально, но она уменьшается, эта преданность царю. И они теряют интерес к служению царю и уходят из этой толпы пословещих царя. Поэтому эти дживы со свобода свободными приходят в мир материи и пытаются здесь построить свой мир. То есть, каждая джива, когда она приходит в мир материи, получает тело Брамы, тело Творца. У каждой дживы изначально становится Брамой. У каждой дживы есть своя собственная вселенная, свой собственный мир изначально. И в этом мире эта джива правит этим миром, она управляет, она творит этот мир. По законам Бога она творит этот мир. Но затем постепенно дживы начинают задумываться о том, как ей быть дальше. Отдать себя служению и все-таки вернуться в духовный мир. Или попытаться утвердить себя в этом мире материи, в этом мире, который низший по отношению к миру Духа. И дживы, которые пытаются утвердить себя в мире Духа, постепенно начинают пробовать возможности этого мира Духа. Возможности стать разными божествами сначала. Индрой, Сурьей, Шивой и так далее. Затем возможно стать людьми, а затем и после этого возможно стать животными. Поэтому некоторые теологи упрекают веды в том, что у них есть возможность, они дают возможность человеку деградировать до уровня животного. Некоторые теологи упрекают, потому что они считают, что быть животным для человека унизительно, стать животным унизительно. Поэтому раз они допускают такую возможность веды стать для дживы, получить животное тело, то они считают, что это неправильная идея. То из тела человека можно перейти только выше, а не ниже. Но это противоречило бы свободе дживы. На самом деле у дживы есть свобода. Поэтому джива в этом смысле свободно испробовать все возможности мира. Можно сказать, что у дживы в этом мире есть возможность ездить, как летать на самолете, так и передвигаться в разбитой телеге. Но если бы не было этой свободы, не было бы и речи о любви. Для любви дживы нужна свобода. Поэтому дживы... И есть 8 миллионов 400 тысяч видов тел, 8 миллионов 400 тысяч видов возможностей реализовать. Не биологических форм жизни, а таких каких-то типов сознания, которые может джива выбрать, чтобы этим миром наслаждаться. И дживы приходят в этот мир материи и начинают жить здесь. И постепенно за долгую историю пребывания в этом мире дживы, постепенно она покрывается тонким телом из своих самскар, из предрасположенностей всевозможных. И она забывает, достаточно проще забывает о духовном мире. Не навсегда забывает. У нее это есть в глубине сердца. Но оно покрыто слоем эго, слоем ума, слоем чувств. Это изначальное пометование дживы о своем предназначении покрыто этими слоями. Поэтому оно уменьшается. Оно, как сказать, что-то вроде света, который светит, но его свет очень тусклый. Это изначальное сознание дживы, сознание того, что она слуга Кришны, что она часть его мира, оно всегда есть в дживе. Но этот свет очень тусклый. И джива пытается найти этот свет, это счастье повсюду. Оно ищет его. Оно пытается занять эту форму жизни. Потом неудобно. В этой форме жизни она не находит, она становится человеком. В теле человека ей тоже неудобно. Она думает, что если она получит более высшее тело на родских планетах, там она найдет свое счастье. Но и на родских планетах нет полного успокоения, нет полного счастья. И весь мир, джагат, который состоит из трех гун, он не может даровать дживе того, что она ищет. Только по своей природе джива не является частью этого мира. Она не является частью материи. Пока джива отождествляет себя с этим слоем ума, чувств, до этого момента, пока есть это отождествление себя сложной реальностью, с миром майя, джива не может ощутить чистую любовь, не может найти того, чего она ищет. По своей природе джива стремится к чистой любви, к изначальной любви, которая существует между ней и Господом во Вриндауне. Но она не может найти успокоения, пока она пытается стать частью этого мира. И для того, чтобы найти эту любовь и настоящее счастье, настоящее вдохновение, дживе необходимо понять свою изначальную природу, свою природу части высшего мира, части служения высшей реальности, сварупа шахте. И Господь Нанда дает дживам эту возможность. Он становится Ананташеше. И здесь говорится, что Ананташеше поддерживает все миры. То есть он огромная сила исходит из Господа Баларама. Свои силы он поддерживает, он поддерживает все миры. Его шахте, его энергия вложена в этот мир. И благодаря его шахте, благодаря его энергии этот мир существует. То есть то, что проявляется на нашем уровне физическом, как разные законы физики, магнитные поля, но изначально это энергия Господа Баларамы. Он является такой энергией сознания, которая поддерживает, подпитывает все материальное существование. Потому что Бала означает сила. Бала – это сила, он сильный. А Рам означает наслаждение или блаженство. И Бала Рам – это сила блаженства, которая исходит из него. Из него исходит разная сила. И сила блаженства, и сила знания исходит из него. из него исходит также физическая сила. Разные виды силы. Изначальным источником всех их является Господь Баларама, потому что Он изначальный источник всей этой энергии. Для чего нужны все эти энергии, все эти силы? Физическая сила, ментальная сила, духовная сила для служения. Все это приносит для служения. И нужно понять, что Господь Баларам, Он дает это живым для того, чтобы они использовали свои возможности и способности для служения к высшему миру, для служения Галлоки. С этой целью Господь Натеранда распространяет себя. И Он дает живым эту возможность, и Он дает ему силу следовать по пути предного служения. Поэтому мы всегда молимся Господь Натеранде, чтобы Он дал нам эту силу, дал нам эту силу веры и силу Духа, чтобы уверенно следовать по пути Бахти. А следовать по нему трудно. Трудно. Но благодаря помощи Господь Натеранда, благодаря его милости, мы можем следовать по этому пути. И в этом стоит милосердие Господи Натеранде. Мы думаем часто, что мы не нуждаемся в милосердии, что мы достигли чего-то. И в особенности очень опасно заблуждение на духовном пути. Есть духовная гордыня. Когда Джива становится частью мира материи, она отождествляет себя своим материальным телом. И одно из этих отождествлений, очень страшное отождествление, и очень сильное отождествление, это отождествление себя с какой-то конкретной религией. Религиозная гордыня. Когда я превозношу исключительность своей религии и принижаю остальные верования, порицаю их, как сказать, я пренебрительно отношусь к тем духовным путям, к которым идут другие люди. Такое проявление духовной гордыни в Дживе есть. И духовное сознание — это сознание, которого невозможно заслужить. Это сознание не права, а милости. Сознание высшего милосердия. Когда мы говорим о том, что о возвращении в мир духа и о жизни духовной, о жизни духа, невозможно говорить о духе без понятия милости. Дух — это не то, что мы можем заслужить, как некий квест в игре. Не то, на что мы имеем право. Не то, что мы можем приложить усилия и получить результат. Это пример бездуковного существования. Без понятия милости, милосердия, высшего милосердия, без понятия высшей энергии, без понятия служения высшей энергии не может быть и речи о духовном существовании. Весь высший мир — это мир милости. Поэтому духовная жизнь — это всегда жизнь молитвы, жизнь смирения, жизнь прошения, вечного прошения. И когда мы читаем молитвы, которые приводятся здесь, эти молитвы полны прошения о высшей милости. И кто просит о высшей милости? Кто просит о высшей милости? Очень интересно понять, кто просит о высшей милости. Он просит Бахтинот Такур, Архуана даст Госвами, Лочин даст Такур, Народам даст Такур. Те, кто достигли высочайшего уровня на пути предного служения, высочайшие ващнавы, и чем выше, мы понимаем, чем более высокого уровня духовного они достигли, тем интенсивнее и тем более страстными становятся их молитвы о милости. И поэтому мы можем понять, что в целом духовный мир означает милость, милосердие. И поэтому войти в духовный мир можно только на правах, можно сказать, можно войти только на правах приживальщика. Кто такой приживальщик? Это тот, кому оказывается милость. Тот, кто не является хозяином этого дома. Это тот, кого хозяин приютил. Это идея приюта в духовном мире. Мы входим туда, как мы просим приюта, мы просим прибежище в этом мире. Это не то, что мы вот такие умные, мы прочли все веды, выучили санскрит, и теперь мы говорим, теперь все остальное для нас пыль и прах земной. А мы уже возвысились, и мы достигли очень высокого духовного уровня, а все остальные, они неудачники, они остались внизу. Такая идея об избранных праведниках. То есть я стал избранным праведником, я превзошел. Очень часто есть такая в религиозной жизни идея избранных праведников. То есть праведников, которые достигли и которые выиграли какой-то квест, а все остальные пускай говорят в аду. А я за счет их, я возвышаюсь, потому что я поплевываю сверху, потому что я уже возвысился, я отправился в духовный мир. Такого нет. Естественно, когда мы говорим о высшей реальности, это именно земля высшего милосердия. Но это интересно, на самом деле, идея милосердия. Когда говорится о том, что земля милосердия, то также подразумевается, что это милосердие кому-то оказывается. То есть это означает, что есть предмет для этого милосердия. А если я считаю себя достигшим уже какой-то вершиной, вершиной духовной жизни, если я считаю себя нашившим правильную религию, истинную религию, и религию, в которой я нашел истинную веру, и все остальные заблуждаются, если у меня такое сознание, то в этом смысле вопрос милосердия для меня закрыт. То есть я могу обрести милость, только если я прошу. А если я и так уже все обрел, зачем мне просить на милости? Поэтому это настроение духовной гордыни, это очень опасное настроение. Лучше поэтому... Бхактинон, например, считает, что лучше быть материалистом, чем псевдоверующим. Говорит, что положение обычного человека, неверующего, лучше, чем положение псевдоверующего. Лучше быть просто неверующим, потому что человек неверующий может обрести веру. А псевдоверующий ему затруднительно обрести веру, потому что он находится в очень опасной иллюзии, что он уже получил веру. Но его вера не истинная. Его вера при помощи своей веры оправдывает свою гордыню, он оправдывает свое материальное существование при помощи веры. И поэтому Господь Нейтенанда дает эту силу, настоящую подданную силу преодоления эго, преодоления эго дживы, ложного эго дживы, и возвращение ей истинного эго. Истинное эго дживы — это эго слуги. Слуги служащего. Служащий означает часть высшего мира, высшего мира милосердия. И все, кто следует по пути бахтии, по пути чистой любви, они входят в это состояние предности, самопредания, самопожертвования. И входят в землю милости, поскольку предаваться можно только тому, кто оказывает милость. Если Господин оказывает мне милость, я предаюсь Господину. Это взаимоотношение. Я отдаю, я обретаю милость. Я отдаю жертву во имя Господина, который дает мне милость. Поэтому в целом можно сказать, что духовный мир — это монархия. В этом смысле это монархия. Это не демократия, где все равны. Это монархия, которая основана на понятии предности Господину. Но как устроена эта монархия? Эта монархия устроена так, что эта сила предности очаровывает самого Господина. Это мир очень близких преданных. Вриндаун — это мир очень близких преданных, очень близко предности Господину. Настолько близко предности, что сам Господин очаровывается этой предностью, и он отдает себе этой предности. Он сам считает себя обязанным получить эту предность. Он сам завидует, можно сказать. В хорошем смысле этого слова сам Кришна завидует преданности своих предных. Он смотрит на предных, и он думает, я наслаждаюсь, а они предаются, и они так служат мне, они настолько отдают мне, что я не понимаю их чувств. Я хочу сам понять, а как это быть мне преданным? Это настолько прекрасно быть преданным, настолько высокое чувство, но я сам, Кришна задумывается, я сам не могу испытать этого чувства. Это, конечно, очень простая, слишком бытовая зарисовка, но в самом деле все гораздо глубже и сложнее, но если сказать простыми словами, то сам Кришна хочет проникнуться в настроение предности своих предных, и он сам поэтому из изумления, из любви перед своими предными, он сам становится предным, своим собственным предным, и приходит, как читание Махапрабу. Он приходит, как читание Махапрабу, чтобы пережить этот экстаз чистой предности самому себе, можно сказать. Есть такая несколько парадоксальная формулировка. Он находится в предности, при этом он служит самому себе, но для него настроение быть предным самому себе, для него это самое высшее, высочайшее чувство, которое он испытывает. И он приходит именно сюда для того, чтобы это чувство испытать. Как мы знаем. В Багалангите есть известный стих «Ядай дихитарма сия», в котором описываются причины явления Кришны. Там приводятся две причины. Защить праведников и уничтожить демонов. Соответственно, внутренние и внешние причины. То есть внутренние означает, что такое внутренняя причина прихода Кришны, означает истинная причина его прихода. А внешняя причина означает некая косвенная причина его прихода. У него есть истинная причина прихода и косвенная причина прихода. Поэтому на самом деле Кришна, когда он является как аватар, аватар — это явление Трансуниотного Бога, явление в этом мире. И зачем он является? У него есть какая-то цель. У него есть определенная цель прихода. Он приходит ради своих предных. Он приходит, чтобы дать им общение. И попутно у него есть и другая цель. Он уничтожает неправедность. Он устанавливает харму, уничтожает грешников и так далее. Но он приходит не ради грешников, а ради своих предных. Я приводил пример, что когда человек идет в парк, встретится с девушкой, он идет именно ради девушки в этот парк. А то, что он побил хулиганов в этом парке, это уже было сопутствующим явлением. Он не ради хулиганов пришел, а ради девушки. И вот Кришна приходит ради своих девушек, то есть ради своих предных сюда, в этот мир. Но это Кришна. А Махапарабу у него тоже есть истинная причина и косвенная причина явления. И когда мы обычно прославляем Махапарабу как аватара для Кали-юги, что он распространил любовь к Богу, дал духовное знание и так далее, это на самом деле не истинная причина его явления. Это косвенная причина его явления. То есть он попутно это сделал, как бы нехотя он это сделал. А его настоящая причина, истинная причина стояла в том, что он хотел пережить эти чувства, чувства его предных, и в том числе чувства самого высшего из его предных, Шрама Тхарани. Он хотел насладиться этими чувствами. То есть он пришел ради этого, на самом деле, Махапарабу сюда. Ради этого пришел. А мы оказались, по счастью, в зоне его игр, и он попутно также и это сделал. Поэтому есть внутренние причины и внешние причины его явления, истинные причины и косвенные причины его появления. Но поскольку он все-таки пришел, и он пришел как изначальный богован сюда, в этот мир, Махапарабу, он пришел, и он вошел в это настроение Шаматаратхарани, а ее настроение, Шаматаратхарани, это настроение безусловной жертвенности. И когда он вошел в это настроение безусловной жертвенности, он начал раздавать всем вокруг божественную любовь. Он, впав в это состояние, он начал раздавать эту божественную любовь. И всем, кто бы ни был. И поскольку он приходит, и все его шакти, все его энергии, они тоже приходят вместе с ним. То есть с ним пришел также Баларам, с ним пришел Вишну, и все аватары пришли, и все боги пришли. Все приходят, когда царь приходит, то вся его святость тоже его сопровождает. И он пришел, и вся его святость тоже пришла вместе с ним, как его предный. В том числе пришел и Господь Баларам, то есть как Неселанда Прабу. Он же не может оставить своего Господа. Поэтому мы говорим, здесь говорится, что Баларам всегда сопутствует. Он становится зонтиком, он становится троном, он становится одеждой, он всегда сопутствует. Когда мы видим изображение Вишну, когда Кришна проявляется как Вишну, над ним всегда такой вот ананташеш, такой вот капюшон ананташеша. То есть Баларам всегда сопутствует. И есть такая каноническая истина об изображении Кришны. Изображение Кришны в одиночестве считается неправильным. Вы знаете об этом? Что изображать Кришну в одиночестве считается неправильным. Кришна не должен быть один. Кришна должен быть с флейтой, с короной, с птичками, с растениями, с коровами. Но Кришна не может быть один. Один Кришна — это не Кришна. Один Кришна — это... Он всегда наслаждается взаимоотношениями со своими преданными. Кришна, он океан раса, он расарадж. Расарадж — он победитель чувства. А эти чувства могут быть только во взаимоотношениях с преданными. И все эти преданные, и вся эта энергия, и все, что необходимо, это исходит из Господа Нейтенанды, из Господа Баларамы или Нейтенанды. И Господь Нейтенанды пришел так же и в лилах Махапрабу, как его слуга. Он всегда приходит, чтобы служить, чтобы дать место для игр Махапрабу, чтобы помочь ему провести эти игры. И поэтому для того, что тот, кто отрицает Нейтенанды Прабу, он не может получить милость Махапрабу. Это очень тонкая, очень глубокая духовная истина. Даже если кто-то понял, что Махапрабу — это аватар для Кали-юги, и что он распространяет божественную любовь, даже тот, кто понял это, это очень редкая удачливая душа, которая поняла это. Но если он не примет Господа Нейтенанды в свою жизнь, он не сможет служить Махапрабу. И мы сегодня утром читали эту историю о Минакетне Раме и того, как Кришнаского Раджигасвами отверг своего брата, который верил в Махапрабу, что было очень редким явлением верить в Махапрабу. Это такая очень глубокая традиция духовная. Мы говорили о том, что в мире вообще ведического знания огромный мир, огромный мир индуистский. А индуизму, значит, там никто не считал, сколько индуистов в мире, но очень много. Может быть, третья по численности мировая религия. Может быть. После христианства ислама. Может быть. Но я не знаю, как они считают. И как это вообще определить. Но такая статистика, я ее не видел. Но так или иначе, очень распространенная религия. Но во всем этом индуистском мире, скажем, движение бхакти, есть движение гьяна, скажем, движение кармы, движение бхакти. Движение бхакти наиболее малочисленное. Но даже в этом движении бхакти, вот из сторонников сампродаи, южной сампродаи, ши сампродаи, мадва сампродаи, среди них нет учения о Махапрабу, о его природе и о его личности. Нет такого учения. Даже не во всех учениях бхакти есть, в колонии Махапрабу. А в целом Махапрабу это только гаудия бхакти. Гаудия бхакти — бенгальская традиция, которая, правда, потом вышла за пределы Бенгалии и распространилась в Арисе, в Анипуре, в Джайпуре и в других штатах. В целом это такие земли бхакти. Северная бхакти есть особая. Есть южная бхакти, которая в основном основана на поле Нарайне, а северная бхакти — это традиция поклонения Махапрабу и Кришне. Вот такая традиция. Но его брат, Кришнарского Раджи Гаствами, он верил в Махапрабу, то есть был очень редким человеком в этом смысле, очень редких познаний. Он понял, что Махапрабу это аватара, но он не мог прийти в Нитинанду Прабу. И Кришнарский Раджи отверг своего брата в итоге и ушел в Вриндаун. Он увидел во сне Нитинанду Прабу и отверг своего брата и ушел в Вриндаун, потому что его брат не верил в Нитинанду Прабу, и он не хотел иметь ничего общего со своим братом. И вот поэтому, когда мы говорим о гаудеево с новизмом, это не только вера в Махапрабу, а это именно вера в гору Нитинанду. Нитай гор, гору Нитинанду. Тойл Нитай. И мы знаем, что Шилаштхар Махараш, когда основывал наш Мадх, первым делом, прежде чем поселиться на Вадвипе и так далее, он пошел в Акачакру, и там получил разрешение от Нитинанда Прабу, чтобы прийти в Нитинанду Прабу. То есть, что такое милость Нитинанда? Это милость гуру. Гуру и гуру Парампара. Как Нитинанда, это Ади-гуру. Изначальный источник духовного знания. Поэтому мы можем поклоняться в Махапрабу только в свете нашей гуру Парампары, только в свете духовной приемственности, рупадуга сампродая. Поэтому и Махапрабу важен, и его сампродая важна. Мы не можем отделить Махапрабу от его сампродая, от его истинной сампродая. От сампродая, источником которой и духовным наставником является Господь Нитинанда. Как мы также знаем из трудов Бактима Такура, после того, как Махапрабу свернул своей лилы, то есть он ушел из этого мира. В английском есть такое хорошее слово «disапир». То есть это не смерть, в какой-то смысле этого слова, он просто исчез из этого мира. То есть он прекратил здесь играть. Он стал играть где-то в другом мире. У нас множество миров существует, естественно множество миров. Он в этом мире прекратил играть, и ушел в другой мир играть. То есть когда солнце скрывается за горизонтом, это не значит, что его больше нет. Оно просто в другом месте находится. То после исчезновения Господа Чистаня из этого мира Махамая покрыла все священные места, связанные с его деяниями. Покрыла, то есть эти места как бы стали предаваться забвению. И обычно это также сопровождается разными катастрофами. И в этот раз тоже было так. Когда он сворачивал свои игры, Аватар свернул свои игры, начинаются катастрофы, и воды Ганге разлились, и затопили изначально на Вадвип. Поэтому в целом уже спустя какое-то время после Господа Читания, уже спустя даже 300 лет после его ухода, уже практически не осталось мест, связанных с его деяниями. Но затем Ничтананда Прабу именно в духовной реальности приказал Майя-деве открыть эти игры вновь. И Ничтананда Прабу открыл эти игры. Опять. Он снял тайну печати с этих святых мест и снова явил их. И как он это сделал? Он явил эту величину Бахтинону Такура. И поэтому мы можем послить связь с Бахтинонодом, с Расвати Такуром, Прабхупады Штхаром Махараджем, Говиндом Махараджем, нашими наставниками, и Господа Ничтананда. Есть такая линия от Господа Ничтананда, которая идет. Это линия открывающая, открывающая священные места. Он открывает эти священные места. И мы можем понять это духовное знание только потому, что Господь Ничтананда оказал нам эту милость. А он оказывает милость тем, кто не просит. Поэтому просить милости у Маха Прабу это правильно. Это правильно. Но прежде чем просить милости у Маха Прабу, нужно просить сначала милости у Ничтананда. нисянанда более милостег тем, чем Аха Прабу. Но еще говорится, что Вера Чандра, его сын, еще более милостег. Как бы это ни было. Но поклоняясь нисянад preview, что значит поклоняясь нисянад hypertension preview? Поклонение гуру, поклонение преду. И они обладают такой способностью открыть нам эту изначальную реальность. Изначальную реальность Галоки, изначальную реальность Новared 백ипы, они по милости предных. Мы можем только найти эту изначальную реальность и открыть ее. Поэтому Господь Синанды становятся предными и становятся всеми инструментами для служения. Все, что мы делаем, грузовики, компьютеры, что бы то ни было, фолдомное оборудование — это все Господь Синанды. Нужно это понимать, что Господь Синанды — это не только Бриданга. Мы говорим, что Бриданга — это Балараба. И поклоняемся Бриданге специальной мантры. Прежде чем играть, приносим мантру теоретическую. Кто знает, приносит такую мантру специальную для поклонения Бриданге. И потом на ней играет. Но он не только Бриданга, а он все, Господь Нинсинанды. Нинсинанды — авадхуд. Авадхуд, сказать. Он проявляет возможности, он придумывает постоянно новые и новые способы, как служить Махапрабу. Без Нинсинанды мы бы этого не смогли сделать. То есть он энтузиаст в этом смысле. Нинсинанды — он изначально энтузиаст. Он все время придумывает, как лучше и лучше служить Махапрабу. Как распространить служение Махапрабу на весь мир. Как занять разных людей с разными качествами, с разными способностями. Как их занять в этом служении Махапрабу. А люди проходят разные совершенно в духовную жизнь. На разных уровнях, с совершенно разными способностями, склонностями. И начинают придумывать разные способы, как их занять. И это движение Санкирта, движение проповеди, движение, очень энтузиастичное движение. Оно делается только на энтузиазме, только на желании дать. На желании дать, на чистом желании служить. И Господь Нинсинанды вдохновляет этот энтузиазм. Как Руба Госфами говорит, что энтузиазм уцахом — это первое качество духовной жизни. Первое. Уцахом нещищаем тхарьят, как мы учили недавно с Махараджем. Эти стихи. Кто-нибудь помнится, кстати? Не буду приварять. Учили мы стихи эти. И первое качество — это энтузиазм. Первое качество для духовной жизни. Потом приходит уверенность, потом приходит стойкость, терпение и так далее. Это все потом приходит. Но изначально качество — это энтузиазм. То есть без энтузиазма в состоянии подавленном, постоянно мрачном состоянии не может идти речи ни о вере, ни о терпении, ни о чем другом. Первоначально для того, чтобы жить духовной жизнью, необходимо желание ей жить. Желание. А потом уже будет терпение, а потом уже будет смирение. Но нам необходимо это желание, стремление к духовной жизни. Поэтому стремление приходить, стремление общаться, стремление изучать, стремление повторять мантру. Нам необходимо желание это делать. Поэтому, если мы чувствуем, что мы находимся в таком состоянии отсутствия энтузиазма, нам нужно очень сильно молить Господа Литинанду, чтобы он проявился. Мы молимся Господа Литинанду, чтобы он проявил энтузиазм. Это желание. Желание заниматься духовной практикой. И тогда постепенно он дает силу. Силу, которая помогает нам выйти из депрессии. силу, которая вырывает нас буквально из когтей Майи, и сила, которая силой проявляет в дживе духовное знание и желание заниматься этим духовным знанием, служить ему. Я это буду читать тогда без шлок уже, чтобы не усложнять. О сердце! Вечно служи Шиити Нани Чандре, дарующему Ши Гавара Кришну. В облике своего проявления Кширдакаша и Вишну, он хранит целую вселенную, пребывая в сердцах всех живущих. Его слава спевают ведические гимны, говоря о нем, как о Гарпе Дакаша и Вишну с тысячами и тысячами глав. Сахас Раширшах Пурушаха. В его лоне в Гарпе находятся бесчисленные миры. Он повелитель Каранда Каша и Вишну, который дарует примеры бесчисленным мирам и бесчисленным дживам. То, о чем мы говорили, Пуруш Суктам из Рикведы описывает проявление Бога в виде тысячи глав, тысячи рук, тысячи ног и так далее. Это никто иной, как частичное проявление Господа Дейтенанта. Все визитическое знание это проявление Господа Дейтенанта. И эти гимны и веты изначально обращены к нему. Хотя с течением времени люди стали думать, что это кто-то другой и относиться к разным богам вселенной. Но изначально они предназначаются к Господу Дейтенанта. О сердце! Вечно совершай божественное служение великодушному Господу Шрини Танчандре, дарующему Шри Гавара Кришну. В великое трансцендентное обители Паравьяма Вайкунхе он проявляется как Санкаршана, божество первой членоверечной эманации. И в этом облике он поддерживает блаженство божественных деяний Шри Хари, проходящих в мире чистого бытия, шутка саттве. Он пребывает в сердцах всех джив, как эго, и иногда он вершит свои игры, выглядящие как поступки обычной дживы. То есть наше эго это энергия Господа Санкаршаны. Господь Санкаршана, есть Санкаршана, Праджимна, Анирутха и Васудева. Васудев пребывает в духовном мире, а тремя материальными стихиями, эго, умом и чувствами, пребывают, повелевают эти три проявления Вишну, как Санкаршана, Праджимна и Анирутха. И Господь Санкаршана повелевает самым тонким от этих проявлений материального тела, проявлением эго. Он руководит нашим эго. А для чего он дает нам это эго? Для того, чтобы это эго мы использовали в служении, опять-таки. Для того, чтобы мы это эго не использовали для себя. Мы можем использовать для себя, конечно, у нас есть свобода выбора, но Господь Санкаршана дал нам не для этого, он дал его для служения. И наше эго должно служить. Все наше эго, все наши способности, наши таланты и так далее, наши знания, все должно служить Господь Санкаршане. О сердце, всегда служи пыли соносоподобных стоп великодушного Шринина Чандры, доручившего Гавра Кришну. Он являет свою славу в Двараке среди трансцендентных спутников, как изначально всепривлекающая личность Бога, Мула Санкаршана. Еще выше, в обиде Матхуры, он наслаждается своими играми. В облике известном как Прабхава Виласа, Абавраджа Пурео становится Баларамой, изначальным источником всех воплощений и самозабвенно играет со своим бесконечно дорогим братом Шри Кришной. О сердце, вечно поклоняйся Шринина Чандре, доручившего прекрасного Шри Гавра Кришну. Он дарит нам сокровище безраздельной божественной любви к Всевышнему, Господу Шри Кришне, Шри Кришна Прему, чья сущность, всебоглощающая безграничное блаженство. Эта любовь приносит счастье, которое не с чем сравнить, и невозможно описать никакими словами. Великие Садхо, ощутившие хотя бы малейший проблеск этого счастья, испытывают отвращение к любым видам освобождения и слияния со Всевышним, о котором говорят Веды. Аватары, дарующие служение в трансцендентной обители Вайкунхи, не более, чем просто поправление его энергии. О, сердце! Служи вечно лоносоподобно стопам Шри Нитинанды Чандры, дарующих Шри Гавра Кришну. Когда Господь Нитинанда Прему был маленьким ребенком, он наслаждался удивительными незаметными деяниями в обители Ака Чакры, принося безграничное счастье своей матери, отцу, родственникам и близким друзьям. Позднее, когда Саньяси пришел в дом юного Нитинанда и молил Хадая Пандита отдать ему сына, Господь Нитинанда стал спутником странствующего садху и исходил всю Индию, посещая ее священные места. Очень священное место, где Нитинанда Прему покинул дом. А Внуд Махарадж на этом месте установил специальный памятник, монумент. На этом месте построено на поры Шри Гавра Дату Махарадж на том самом месте, где Нитинанда Прему расстался с Хадаем Пандитом в Ака Чакре. Очень интересно, что Нитинанда Прему не сразу пришел к Маху Прему. Он ждал, ждал долгое время. Он ждал я не помню сколько, но он ждал несколько лет. Он ждал несколько лет, прежде чем прийти и прийти к Махапрабу. Может быть 12, может быть 14 лет, я точно не помню сейчас, какой срок прошел. То есть он старше Махапрабу. В этом смысле он пришел перед Махапрабу, чтобы устроить его божественные игры. Он старше Махапрабу и Баларам тоже старше. Лакшман младший. Этот брат Кришны или Баларам, он иногда приходит как старший, иногда приходит как младший. И в Лилах Рамачандры он пришел как младший брат и он все равно служил. Тем не менее, как будучи старшим братом и младшим братом, он все равно служил. Но в Лилах Рамачандры, в играх Рамачандры была некая деталь, которая очень поразила Лакшмана. После того, как Рамачандра изгнал Ситу, сердце Лакшмана было разбито и он сказал, я вынужден подчиниться тебе как младший брат, потому что я не имею права учить тебя, давать тебе доставление. Но я бы не хотел больше делать этого, поскольку именно Лакшмана повез Ситу в лес вашего Ясадева. И поэтому Рамачандр дал благословение, чтобы он пришел в его играх, в будущих играх как старший брат. Он приходит как старший брат, Маларам приходит как старший и Несанада приходит тоже как старший брат в играх Кришны. Поэтому это очень интересно его как бы Абхиман или его начало старшего брата. Старший брат это с одной стороны слуга, с другой стороны защитник, покровитель и с третьей стороны это учитель. то есть наставляющий. Поэтому Господь Несанада он иногда выступает как гуру, иногда выступает как гуру, как Адигур, как изначальный духовный учитель. Извините, Несанада Прабу. Поэтому он пришел как старший брат за несколько лет до прихода в Махапрабу. О, сердце всегда сложил нотусоподобным стопам чудесного Шинича Несанада Чандры, дарующего Шигавра Кришну. Странцы по святым местам наполнили его сердце великим блаженством, ибо он обрел общение жемчужины среди всех саньяси, великого Матхавендры Пури, а затем пришел в Гаурадхаму, святую обитель Шигавранги. Здесь он ждал в Данананачарье, показал Той Господь, прекрасный Гаурасундар, явив свои божественные ледьяния со своими спутниками во главе с Шивасфатакуром. О, сердце, навечно посвяти себя божественному служению Шинича Несанада Чандры, дарующему Шигавра Кришну. Он получил божественное указание Гаура Чандры освободить все падшие души, одарив их божественной любовью. По милости святого имени, опьяненной великой любовью, он освободил двух падших браманов-пьяниц, Джагая и Мадхая, попавших под влияние растлевающей душу природы Мегакали. Он освободил их, хотя они напали на него и нанесли ему рану, кровь, которая струилась по его прекрасному телу. Поклоняйся же вечно о сердце Шинича Несанада Чандры, великодушно дарующему Шигавра Кришну. Шигавра Нагамахапрабо наказал всем своим возлюбленным спутникам принять с великим почтением любой кусочек каупины одежды Несанада Прабо, предводителя всех тех, кто находится за пределами социальных правил и запретов Аватхуд. Даже если увидит, как он притрагивается к пьяной блуднице или нескорожденной яване, он всегда будет достоин поклонения всех богов во главе с Брамой. Он возлюбленный предводитель тех возвышенных предных, чья любовь похищает сердце Шри Чистанья Дева. Здесь говорится об особой природе Несанада Прабо, об его особом настроении, очень особом настроении. Говорится, что даже если он притрагивается к пьяной блуднице или к нескорожденному, это означает, что господь Несанада вне социальных правил и запретов. То есть он может прикоснуться к любому. И поэтому его милосердие в этом смысле универсально. Он дает милосердие не только достойным, но в первую очередь недостойным. И Несанада Прабо даже в большей степени, чем сам Маха Прабо, проявил это настроение милости к недостойным. Если Маха Прабо в целом соблюдал правила Дхармы, более-менее строго он соблюдал, не всегда строго он соблюдал правила Дхармы, иногда выступал любви своих предных, но в целом он соблюдал эти правила Дхармы. То есть Несанада Прабо обладал такой природой, что он нарушал эти правила Дхармы. Почему он нарушал их? Чтобы дать милость тем, кто вне Дхармы, тем, кто не способен следовать Дхарме. А таких людей очень много. Гораздо больше людей, которые не могут следовать тхарме, чем людей, которые им следуют. Даже сейчас в Индии очень немногие индийцы способны следовать правилам Варнашемы, арнаксальным правилам Варнашемы. Очень немногие индийцы. Сейчас, в принципе, все смешивается, и люди живут в западном стиле, потому что уже невозможно жить. Нет того запаса талантов, благочестия и положения, состояния и всего остального, воспитания, которое позволяло бы жить правилами Варнашемы. Но Несанада Прабу имеет такую склонность, он может прийти к любому и прикоснуться к любому. Поэтому он в этом смысле гораздо более милосерден, чем Нарасама Махапрабу. Он может прийти даже к тем, кого Махапрабу отверг. В этом смысле. За каком отхах были отвернуты Махапрабу, но Несанада пришел к ним. Поэтому мы говорим, что в особенности для нас, в особенности для нас, для западных людей, без Гауры, отношение к Гауре без Несанады просто непредставимо. Для тех, кто вне Варнашемы, те могут по милости Несанада прийти к Гауре, к Махапрабу. По его великой милости. Поэтому он Аватход, поэтому он не соблюдает правила предписания. Поэтому он такой как бы безумный, безумный. И в безумном настроении экстаза, пьяный от любви к Богу, он распространяет любовь к Богу. Пьяный от любви он не разбирает. Когда человек пьян, он не разбирает, кто вокруг него. Достойный или недостойный. И он пьяный от такой любви, он тоже не разбирает. Кому дать эту любовь? Поэтому он может дать ее случайно наугад. Кому попало? Это его настроение. Очень интересное настроение. У Суфи есть такое понятие «пьяный дервиш». Такой пьяный дервиш, который поет какие-то песни. При этом он вроде бы пьяный, но при этом этот дервиш поет такие песни с очень глубоким философским смыслом. И очень интересно слушать. И вот он такой тоже, пьяный от любви к Богу. И он раздает всем божественную любовь, всем, кому ни по пути. И даже, может быть, более тем, кто этого совершенно не достоин. О, сердце, навечно посвяти себя борестному служению Шри Нитянады Чандре, дарующему Шри Гавра Кришну. Шри Гавра Чандра является своей Саньяса Лилу, чтобы освободить невежественных людей, чей разум отравлен логикой кармы и гьяны. Он освободил их адресно-кровищем святого имени Кришны. Когда Махапрабу принял Саньясу, Нитянады Прабу следовал за ним неотлучно, как тень, исполненной веры, где бы Махапрабу не шел сквозь селения, джунглей и топи. Нитянады Прабу исполнил желание сердца Шри Гавра Чандры. Дни и ночи Шри Чатания Махапрабу был обкинен вкусом нектара божественной любви, живущей в глубине сердца Шри Матерадхарани. Однажды, пребывая в высшем блаженстве, он приказал Нитянаде Прабу и его спутникам раздавать повсюду святое имя Кришны, Шри Кришнам. Однако Нитянаде Прабу отправился в Гаутадешу и там открыл всем бесценное сокровище истинных предных, святое имя Шри Гавры, Шри Гавра Нам. О, сердце, отдай же себя навечно служению всемилостивому Шри Нитянаде Чадре, дарующему Шри Гавра Кришну. О, мой Господь, О Нитянаде Прабу, повелитель всех спутников Шаманда Махапрабу, будь милостив и одари эту падшую душу непоколебимой беззаветной преданностью Шри Гавра Анги, высшему воплощению вкуса чудесного нектара, блаженства, деяния Шри Шри Рада Кришны. Если кто-то отвергает лодзоподобную стопу Нитянаде Прабу, то вся его садхана и баджана, духовной практики, церемонии и обеты иллюзорны подобными мимолетным сновидениям. Я преклоняюсь всем сердцем перед великодушием Шри Нитянаде, дарующим Шри Гавра, верховным повелителем, примером всех падших душ, Шри Нитянаде Чандрой. Мы прочли эти замечательные молитвы Шри 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 Махараджа. В особенности Матх Шри 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 Махараджа очень связан с именем Господа Нитянаде. Особенная связь. Как мы видели в последние годы Шри 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 Махараджа, его постоянная молитва была Дой Алнитай. Дой Алнитай. Он постоянно молился Господу Нитянаде. И мы можем сказать также, что из всех учеников Тарасвати Такура настроение Шри 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 Махараджа было наиболее милосердным. И поэтому он даже основал свой Матх в стороне от Бактичесха Дароуд, от того, где обычно находится Матхи. Он основал его в Кулии. В Кулии аппаратха Банжанапати, где прощаются все оскорбления в особом месте, в месте особого милосердия. Поэтому наш Матх в особенности очень многим обязан Господу Нитянаде. И очень часто мы думаем, что в наш Матх приходят те, кто получил особую милость Господу Нитянаде. То есть самые неквалифицированные и самые странные люди приходят на Шмот. Те, кого бы не приняли ни в какую другую духовную организацию, они привлекаются к Господу Нитянаде. Это особое настроение. Особое настроение Господу Нитянаде. Те, у кого не осталось никакой надежды и определенный вид живых существ, у которых не было ни единого шанса жить духовной жизнью, они могут жить духовной жизнью только по милости Нитянаде Прабу. И они приходят на Шматх. Поэтому в целом, с одной стороны, мы не должны расстраиваться из-за того, что много проблем в нашем Матхе. А с много проблем, кто не скрывает. Но мы должны понимать, кто приходит на Шматх. Сейчас, на самом деле, вот тут Махараш наблюдает вторая волна предных. Вторая волна предных, он это называет такой, какой-то волной эпохи Водолея, когда все идут, все приходятся какие-то очень, какие-то очень образованные и действительно очень сильные и очень развитые люди приходят в наш Матх. Просто на удивление. Молодые люди приходят. Но первоначально, когда наше движение начиналось, у нас был очень трансцендентный Матх. И когда мы смотрели на этих людей, прежде всего на самих себя, и прежде всего, конечно, мы говорим о себе, я могу сказать именно о себе, никакое другое духовное и религиозное учение не могло меня привлечь. Я понимал, что нужно служить Богу, но я не видел себя как в этом качестве. Как я мог служить Богу? Я не мог исполнять толком никаких религиозных обрядов никогда. И, в принципе, многие преды в этом признаются. Поэтому я думал, что у меня, в принципе, не было никаких шансов жить духовной жизнью. Я уважал духовное знание, но у меня не было никаких шансов жить духовной жизнью. Но Ничинандо пробудал и мне, и другим падшим душам эту возможность. Поэтому мы можем сказать также, что настроение Господа Ничинандо проявляется в разной степени. И когда Шила Прабхопад приехал к американским хиппи и стал им проповедовать ведическую дхарму, когда он это сделал, то Шила Шкарма Хараш сказал, несомненно, он шахте ваш аватар Господа Ничинандо. То есть на такое мог способен только Господь Ничинандо рассказывать о Кришне американским хиппи. В этом есть настроение Господа Ничинандо. И это определяет некое своеобразие нашего Мадха, некое очень особое своеобразие нашего Мадха. И это настроение на самом деле мы должны культивировать и его хоронить. Настроение не проповеди ведическую дхарму, а проповеди милосердия, любви и сострадания. Это немножко другое настроение совсем, чем ведическую дхарму. В ведическую дхарму это все-таки справедливость. Это то, что основано на стиле закона. Ничинандо Прабу это сила милости и сила сострадания. Он проявляется прежде всего в этом. Но возможно сочетание этих начала, они так иначе сочетаются. Сила справедливости, сила закона. Махапрабу в целом сочетал милость и справедливость. Но Ничинандо Прабу он нарушал принцип справедливости ради милости. Он разрушал справедливость и нарушал дхарму даже в том числе ради милости. Поэтому наш стиль матха, определенный проповедческий стиль матха и вообще стиль духовной жизни он именно стиль милосердия, стиль сострадания. И именно это определяет наш матх и все, что происходит в этой матхе, и духовную практику в этой матхе. это все было основано Шилашхаром Махаражем на основе его наставлений, на основе его понимания, его трактовки божественного милосердия. И поэтому мы стремимся эти традиции знать и сохранять их. Чтобы эти традиции сохранились, чтобы наш матх всегда был проявлением Господи Синадды, чтобы Его величайшая милость всегда была в нашей матхе.